здравствуйте спасибо тем кто пришел да у меня большая просьба сделайте с телефоном то же самое что я поставьте на режим без звука потому что телефон имеет такую привычку звонить именно тогда когда не нужно тема нашей сегодняшней беседы большая система ссср на стыке русской и мировой истории я хотел бы предварить одним анекдотом который я впервые услышал в девяносто третьем году уже когда были повышены цены анекдот такой трое мужиков распевают и цены уже другие и мужики так вспоминают и говорит а вы помните пол литра за 287 искай все радостно вдыхают а помните докторскую колбаску по 230 и потом один из мужиков эллигически говорит да мужики прошелестел над нами коммунизм а мы не заметили и вот это не заметили на самом деле прошелестел не заметили это характерно не только для этих трех мужиков но и для науки об обществе вот она уже 25 лет прошло после того как был разрушен советский строй рухнул ссср и в советское время шли разговоры вот если бы нам тут дали возможность мы бы написали что это за общество вот прошло 25 лет может быть я чего-то не знаю но я по крайней мере не знаю ни одной работы которая удовлетворяла бы требованием научного анализа и адекватно описывала бы большую систему ссср есть два подхода они в общем-то эмоциональные к анализу советское общество но они повторяю эмоциональные одна часть людей их становится кстати все больше говорит что но советское общество было совершенно замечательным чуть ли не раем счастливым да действительно и как человек выросший в советском обществе я могу сказать что у меня было счастливое советское детство и много чего другого но если это было такое счастливое замечательное общество то откуда взялась вся там раз которая вылезла в 90-е годы как и как это вот сказать из из такого счастливого хорошее общество появились те люди которые стали притчей во языцах другая группа плакальщиков это антисоветчики которые говорят что это было мерзавское общество это был ужас при этом они тоже могут вспомнить что они в общем-то неплохо жили и вот оба эти подхода антисоветский и про советский у них есть общая черта даже не эмоции эти подходы в них нет системного анализа нет системного и у тех и у других плакальщиков нет системного подхода к тому чем было советское общество и анализ развития ссср как большой системы отсутствует в принципе отсутствие этого анализа в отсутствие этого анализа защиту отсутствия можно сказать две вещи дело в том что социальная наука в том виде в каком она сейчас существует она не вполне адекватно объекту своего изучения как у нас изучали последние 25 лет советский союз с помощью политологических или социологических 7 схем заимствованных из-за рубежа но проблема заключается в том что советская власть не было политической вообще в русской истории политическая власть возникала дважды два раза по 13 лет с 1905 года по 18 то есть манифест октябрьский манифест и до разгрома так называемого лево-эсеровского мятежа в восемнадцатом году хотя после разгрома лево-эсеровского мятежа разгрома я повторяю мятежа в кавычках разгрома в кавычках потому что это была очень такая хитрая интрига ну хотя меньшевики там скажем оставались у власти до вау около власти до 22 года но в основном они занимались там скажем обеспечением туалетов в москве понятно что такое туалета в москве с 20 21 22 год ну вот меньшевики этим занимались но они вроде формально были у власти тем не менее реально партийная политическая система закончилась ну и второй момент это конечно с 88 по 2001 год тоже 13 лет и политики в строгом смысле этого слова в общем не был я не говорю хорошо или плохо власти политика вещи разные и россия как-то управлялась без политики долгие годы да и не только россия большая часть мира управлялась без политики разумеется если под политикой понимать не подходить строгом смысле к определению этого термина они просто сказать там грызня за власть если это грызня за власть у нас политик существовал уже у неандертальцев даже у бабуинов можно найти политику если подходить строго к определению политики то это нечто другое то есть есть сложность то же самое социологии главный объект изучения социологии гражданское общество то чего у нас не было и думаю никогда никогда не будет и опять же это не хорошо и неплохо вот скажем в индии в кастом обще там тоже не было гражданского общества как-то управляются вторая сложность заключил на мой взгляд еще более серьезная дело в том что советская система возникла на пересечении двух потоков исторического развития капиталистической системы и русской истории и поэтому создать концептуальное объяснение коммунистического периода на порядок сложнее чем проанализировать капиталистическую русскую историю потому что это взаимодействие двух вот этих потоков тебе оговорюсь о термине значит когда я буду говорить о советской системе я буду использовать несколько синонимов значит один термин исторический коммунизм я согласен с александр сан чем зиновьем который оспаривал наших специалистов по научному коммунизм они говорили нет у нас не коммунизм на социализм но исторически они в книжках научных коммунистов коммунизм только существовал в одном варианте это советское общество и я подчеркиваю слово исторический коммунит в том виде в каком существовал реальный социализм советская система большая большая советская система но еще использую свой термин который я восемьдесят девятом году использую с восемьдесят девятого года кратократия власть власти я об этом скажу чуть позже то есть вот это Для меня практически синонимы. Но прежде чем говорить о том, чем был советский строй, нужно вкратце остановиться на двух вещах. Проскочим очень кратко те концептуальные объяснения, что это за общество. И более подробно остановимся на другом вопросе. Дело в том, что любая система, когда она возникает, она должна снять противоречия предыдущей системы. Иначе она не состоится. Она должна ответить на те вопросы, о которых сломала зубы предшествующая система. Поэтому нам нужно будет несколько слов сказать о противоречиях большой системы самодержавия. Потому что советская система сняла эти противоречия. Другое дело, что решения, которые предложила советская система, они автоматически стали сами противоречиями советской системы, которые разворачиваясь, развертываясь и сталкиваясь с внешним капиталистическим миром, и здесь подоксальным образом оказались правы два антагониста, Троцкий и Сталин, они привели к краху системы. Значит, давайте проскочим очень-очень так быстро классические объяснения. Ну, самое известное объяснение того, чем был советский строй, это тоталитаризм. Концепция абсолютно ненаучная, причем в том виде, в котором она существует с середины 50-х годов, это в основном объединение Сталинского Советского Союза и Гитлеровского Третьего Рейха. Глупее ничего не придумаешь. Дело в том, что в одном случае мы имеем капиталистическое общество, в другом системный антикапитализм. Еще одна вещь. Сталинский Советский Союз, Советская Система, это было общество модерна, антикапиталистический модерн, а вот Третий Рейх был капиталистическим антимодерном. И в этом плане идеологически Рузвельту и Черчиллю Сталин был понятнее и ближе, чем Гитлер с его мрачным германским гением, с Черным Солнцем, с Орденом СС и так далее. Еще одна интерпретация Советского общества, это Советское общество как возрождение какого-то докапиталистического строя. Чаще всего говорили об азиатском способе производства. Об этом писал Городи, Витфогель называл это гидравлическим обществом. Проблема, однако, заключается в том, что Советская Система была отрицанием капитализма и выросла на этом. А вот азиатский способ производства и самодержавия, и феодализм, это были оригинальные докапиталистические системы. Кроме того, в основе Советской Системы лежало индустриальное производство, а там было доиндустриальные натуральные производительные силы. Дальше идет целый ряд схем, этократия, партократия, Советская Система как торжество государства. Дело в том, что вот эти все понятия, политика, государство в смысле state, они очень плохо работают с Советской Системой. Если мы называем то, что было в Советской Системе властью государством, то термин state нам уже будет очень трудно применять к тому, что было на Западе. То же самое с партией. Дело в том, что КПСС, ну она называлась партией, но она не была партией. Скажем, НСДАП можно было взять за шиворот и притащить в Нюрнберг, не только потому, что победители решили взять и осудить неких людей. А НСДАП определила себя как партию. Есть классические определения партии. Кстати, очень интересно, когда я своих студентов в ИСА МГУ, где я преподаю и в Московском гуманитарном университете, когда задаешь вопрос, дайте определение партии, дается определение, это один к одному КПСС. То есть, матрица есть, все равно там, это организация, классическое определение партии, это корпорация публичного права. Если в обществе нет разделения на публичную и частную сферу, мы вообще не можем пользоваться термином партия. То же самое с государством происходит. Государство в смысле state. Мы в этом отношении находимся в несколько худшем положении, чем западные наши коллеги. В английском языке есть три термина. Полити, патримони и стейт. А у нас есть только стейт. Поэтому у нас государство, это Шумер, государство у нас Венеция, государство у нас современные Соединенные Штаты. Все государство. В таких случаях Вольдерстайн любит говорить, ну по поводу таких термин, в данном случае стоит state everywhere и state nowhere. То есть этот термин, он у нас охватывает все, он растворяется, он перестает работать. Реально, то, что мы называем state, возникло между серединой 15 и серединой 17 века, то есть между Макиавелли и Гобсом. Оформилось в международном плане Вестфальским мирным договором. И вот это state умирает на наших глазах. Есть такой термин, англсакс сейчас замечательный, fading away of nation state, растаивание государства. Правда, может не от хорошей жизни им придется как-то притормозить этот процесс, но это уже не наша проблема. Кстати, очень интересное опровержение того факта, что СССР является государством, дал наш замечательный юрист Гронский. В 1925 году он написал работу «Юридическая природа СССР», за границей он уехал в эмиграцию. Так вот, он написал, он проанализировал Конституцию, первую советскую, и там стало понятно совершенно, что если это государство существует таким образом, как он пишет, что в Зоуландии или где-нибудь на Борнео, если провозгласят коммунистическую республику, то она автоматически войдет в состав вот этого государства. То есть это не государство, а есть это некая такая вот амеба в виде мировой системы, землянной республики, которая юридически даже не может быть так названа. Ну и когда мы анализируем советское прошлое, не задается главный вопрос, вообще главный вопрос для анализа любой системы, что было главным объектом присвоения в этой системе. Скажем, если присваивается капитал, что такое капитал? Это овеществленный труд, реализующий себя как самовозрастающий собственность, значит это капитализм. Если присваивается земля, значит это феодализм. Тело человека присваивается, значит это рабовладение. Вопрос, что присваивалось в советской системе, что присваивала номенклатура или кротократия, это чего она лишала населения, что было у номенклатуры такого, чего не было населения. Потому что когда начинаешь спрашивать, а что это такое было в советском обществе, что там не было, там не было политических свобод, не было того-то, не было сего-то. Ну в общем здесь подход такой же, когда вот я учился в институте стран Азии Африки, у нас были учебники, там скажем, истории средних веков Азии Африки, ну там говорилось, что такое восток. Восток это то, где нет частной собственности, где нет там свободного города, где нет свободного типа личности. замечательно вы мне рассказываете что змея это то чего нет крылья в теплой крови расскажите мне что такое змея то есть негативный подход данном случае не срабатывает мы не можем говорить там вот советский строй то там чего чего нет а что там а что там есть и второй вопрос мы вернемся к этому вопросу обязательно второй вопрос повторяю на месте чего на каких руинах возникла большая система ссср отрицанием чего она была и вот здесь трудность она была отрицанием одновременно и капитализма и самодержавия давайте посмотрим на каких противоречиях сломала себе хребет самодержавия значит первое противоречие самодержавия которое привело его развертывание к финишу заключалась в том что в течение 400 лет почти там или 300 лет со времени ивана грозного власть разбухала а привластные группы а у нас все господствующие группы были привластные у нас не привластных групп практически не было во второй плане 19 века появились закончился тоже все очень быстро так вот а привластные группы становились обладателями все меньше и меньше собственности то есть если мы возьмем боярство дворянство по реформенное чиновничество то мы видим что каждая последующая группа она была численно превосходила предыдущую чиновничество в 19 веке вообще росло темпом в три раза быстрее чем населением поэтому по реформенное чиновничество больше его часть она вообще практически не имела собственности это был уже солариат но только половина так вот а собственности в руках этих людей становилось все меньше и меньше то есть мы видим что как бы власть и станция истончался собственнический пласт власти и вдруг еще вдобавка всему во второй половине 19 века точнее последний третий возникает сказать такой очаг капиталистической собственности то есть вот было два способа разрешения этого противоречия значит либо власть освобождается от собственности заодно ликвидирует новые очаги собственности связанные с капиталистической системой либо олигархизирующаяся верхушка подминает под себя государством и власть оказывается под контролем олигархии а следовательно иностранного капитала кстати этот процесс очень хорошо описал врангель старший отец черного барона в замечательной книги от крепостного права до большевиков это одна из лучших русских книг если бы я говорил о десятке русских книг вот я бы ее назвал потому что врангель не будучи ученым он хорошо описал 90-е годы 19 века в санкт-петербурге объяснил что это олигархизирующиеся самодержавие то есть самодержавие которое не сказать не сможет решить эти проблемы тем более что дворянство уравновешивало сказать буржуазию и это была патовая патовая ситуация тупик отсутствие субъекта стратегического действия и этот тупик разрубила первая мировая война когда вдруг этот субъект стратегического действия вдруг появился значит второе противоречие заключалось следующим русское сельское хозяйство создавала очень небольшой по объему общественный продукт при урожайности сам ты сам 4 не по жируешь и до середины 18 века то не создавало никаких проблем потому что система потребности верхушки она определялась тем у маркса был замечательный термин система работ так вот она определял с местной системой работ и разница в потреблении было количественной конечно боярин потреблял больше и лучше чем крестьянин или даже чем сказать дворянин точнее да они не назывались а дворяне дети боярские но это была одна некая одна зона но с екатерининских времен процесс начался раньше но при екатерине это стало выявилось со стеклянной ясностью как сказал бы набоков российское дворянство стало потреблять не в соответствии с русской системой работ а по том тому паттерну который существовал в западной европе то есть в зоне где во первых урожайность сельского хозяйства сам 5 сам 6 сам 7 как в англии в 17 веке ну и кроме того где грабятся колонии и значительно больше возможностей удовлетворять вот эти потребности а в россии все осталось по прежнему значит если у нас нет возможности удовлетворять наши потребности за счет нашей системы работ что мы делаем мы усиливаем эксплуатацию кстати при екатерине за ее 30 с чем-то лет правления уровень эксплуатации как государственных так и частновладельческих крестьян вырос в три с половиной раза и кроме того я уже не говорю о колоссальном займе при екатерине россии впервые сделала внешне внешним получила внешний займ 1769 году и когда павел сел на престол он увидел что у россии 200 миллионов долга внутреннего и внешнего это была катастрофа от которой россия избавилась только в 1841 42 годах благодаря реформам конкрена то есть мы расхлебывали екатерининский век очень очень долго вот это противоречие между системой работ и возможностью и потребностями она нарастала весь 19 век замечательный наш публицист михалович меньшиков которого стреляли в 18 году чекисты у него есть потрясающая работа называется она 19 век минувший век так вот что он пишет по поводу ситуации в россии в 19 веке это вот по поводу того что как у нас какую россию мы потеряли благодаря там большевикам и как как все было замечательно что пишет меньшиков подобно индии сделавшийся из когда-то богатой и еще недавно зажиточной страны совсем нищий россия стала данница европы во множественные во множестве самых изнурительных отношений желая иметь все эти предметы роскоши и комфорта которые так обычно и на западе мы вынуждены отдавать ему не только излишки хлеба но как индия необходимые его запасы вот это очень важный момент как только начинается серьезная западнизация россии и верхушка начинает жить не по своим потребностям а по чужим она отнимает выражаясь марксистским языком у населения не только прибавочный продукт но и часть необходимого 19 век следует считать столетием постепенного и в конце тревожно быстрого упадка народного благосостояния в россии из россии текут реки золота на попу на покупку западных фабрикантов на содержание более чем сотни тысяч русских живущих за границей лондонград 19 века на погашение долгов и процентов по займам неисчислимое количество усилий тратится на то чтобы наперекор стихиям поддерживать в бедной стране богатое культурное обличие дальше очень интересная фраза если не произойдет какой-либо смены энергии если тягостный процесс подражания европе разовьется дальше то россия рискует быть разобраны без выстрела изменение на смен энергии произошла в 17 до 17 по 29 год значит вот это противоречие о котором написал кстати меншиков она тоже могло решиться двояко либо ограничение эксплуатации и ограничение потребности верхов постановка контакт под контроль потребности верхов либо дальнейший рост эксплуатации обнищание разорение населения и так далее наконец третье противоречие с которым столкнулся самодержавная россия это между нарастающейся переводится соевой специализации после реформ александра второго и статусом великой державы и в начале 19 20 века это было уже острое противоречие потому что значительная часть суверенитета суверенитета россии была потеряна если бы это было не так николай второй не бросил бы русского мужика воевать за интересы английского и французского на капитала ну и еще был один аспект второго противоречия точнее он был связан со всеми он был связан с чисто аграрно сельскохозяйственной сферой дело в том чтобы жить земледелие в россии в центральной россии нужно было иметь кто-нибудь знает сколько нужно было иметь гектара на душу населения чтобы россии просто выживать в центральной россии не в новороссии в центральной россии вот здесь сколько нужно было на 4 гектара совершенно верно кто знает сколько было на душу населения у нас гектар в 1913 году нет ноль целых четыре десятых то есть вот это была ситуация в которой сталыпин сказать провел провел свою реформу слава богу что она провалилась потому что если бы она не провалилась то революция бы у нас была кровавой поскольку 20-30 миллионов мужиков пошли бы в город промышленность их не могла бы погладить не смогла бы поглотить и стихотворение лермонтова явится черный человек и ты его узнаешь и поймешь в руке его булатный нож она бы вот реализовалась по полной программе но столыпинская реформа провалилась и более того пока красные и белые выясняли между собой отношения крестьяне так спокойненько в рамках своего зеленого движения к 1920 году вернули в общинную собственность 99 процентов земли то есть иными словами вот по реформенной россии которые у нас поют там сказать хруст французской булки и прочее прочее это была штука абсолютно катастрофической если николай первой подморозил россию то александр второй сделал но он абсолютно на мой вот взгляд это был абсолютный абсолютный лузер русской истории потому что он во первых разморозил и в толкнул россию в кризис а потом начал подмораживать кризис чтобы избежать революцию по европейски революцию по избежали получили совсем другую революцию в режиме сказать русского национального характера душа на распашку и нож за голенищем и получили это в начале 20 20 века то есть какие проблемы должна была решить после самодержавная система чтобы встать на ноги первое она должна была очистить власть от собственности то есть реализовать мечту ермала и разма и ивана грозного ермала и разма нах который жил во времена грозного написал ему сказку еще до опрични сказка это так аналитические записки назывались написал ему сказку что надо заканчивать раздавать земли потому что их мало уже а нужно сажать детей боярских на продовольственный паек как это сделали такуга в 17 веке в японии посадив на самураев на рисовый паек ивану понравилась идея но он не осмелился ее реализовать но вектор был задан вектор был задан так вот она должна была очистить власть от собственности и подавить чуждые очаги собственности чуждые это капиталистические второе она должна была поставить под контроль потребление верхов и решить аграрно крестьянский вопрос на пути создания коллективного крупного коллективного хозяйства потому что на пути крупного индивидуального хозяйства что пытался сделать столыпин эта попытка провалилась и наконец третье провести индустриализацию ликвидировав сырьевую специализацию страны финансовую зависимость от капитала прежде всего создать военно-промышленный комплекс когда в ноябре 16 года генералы и высший и старший офицер разве разведывать на управление генерального штаба российской империи пришли к николаю второму и сказали ему что война выиграна и осталось сам несколько месяцев но через 20 лет в районе в европе будет новая война и нам нужно подготовиться для этого нужно национализировать хотя бы часть военной промышленности николай это проигнорировал и тогда именно тогда разведчики его списали и начали налаживать контакты с большевиками так вот эта система должна была решить эти проблемы но здесь как в квестах другая проблема а как все это сделать если россия уже часть мировой капиталистической системы вот она уже включена она уже включена плотно очень плотно середины 19 века по сути раньше но середины 19 века когда россия перестала быть мир системой и стала элементом мировой системы после крымской войны как это сделать как как быть капитан частью капиталистической системы одновременно вот все это сделать то есть не быть частью и единственным способом решить эту проблему был анти капитализм то есть капитализм со знаком минус я сейчас не буду разбирать это требует времени я сейчас не буду разбирать почему вообще может существовать капитализм со знаком плюс и со знаком минус это специфика капитализма я не случайно постоянно говорю капитализм самая загадочная система в истории человечества эта система которая может существует в трех лицах до индустриальный индустриальный и гипериндустриальный эта система которая может сейчас со знаком плюс со знаком минус то есть не было антирабовладения не было антифеодоризма а вот антикапитализм системный был он просуществовал 70 лет это Даже если забыть, что он не совсем сам рухнул, а его отчасти убили с помощью самой же верхушки, все равно 74 года для 20 века очень много. Даже 12 лет Третьего Рейха это очень много по тем социальным проблемам, которые они смогли решить. Так вот, все это можно было сделать, вот эта система могла состояться только в том случае, если оставаясь в рамках капитализма, эта система была бы системным антикапитализмом. И получилась очень интересная вещь, что в отрицании капитализма русская власть нашла средства саморазвития как очищение от собственности, потому что мы вообще собственность отрицаем. Кстати, Толстой, проницательный человек, незадолго до смерти написал в дневнике «Мне приснился сон, в России произошла революция. Не против частной собственности, а против собственности вообще». Ну, Ленин недаром назвал его зеркалом русской революции, и действительно Толстой какие-то вещи очень хорошо чувствовал. Так вот, в виде антикапитализма русская власть нашла способ очиститься от собственности. Что такое 17-й год? Это очищение власти от собственности, от всех классовых привесков. В то же время в лице русской власти левый якобинский проект «Модерна» нашел то поле, на котором он реализовался. То есть якобинцы не реализовались во Франции, а не реализовались в России. Другое дело, что мировая революция не вышла, но это уже отдельный вопрос. Здесь необходимо только одну вещь сказать, я ее не буду развивать. Да, Советский Союз был системным антикапитализмом, но это был фасад. Но было еще одно, так сказать, такое внутрисистемное, одновременно надсистемное измерение. Это была закрытая зона систематических контактов советской верхушки, начиная с Красина, Ленина, Сталина. При Хрущеве был некоторый перерыв и затем уже в Брежневское время советской верхушки и западной верхушки. По таким вопросам, как создание евро-долларов, создание совместных предприятий, алмазы и прочее. То есть, повторяю, это был системный капитализм на уровне системы и государства. И в то же время это было взаимодействие на уровне надзаконной экономики. Но, повторяю, это отдельная тема. Вернемся в Россию начала 20 века. Патовая ситуация, война ее разруливает. Происходит революция, но в 23-м году становится понятно, что мировая революция не произойдет. Затем, проскоком, победа в войне, советское чудо 50-х. И в конце 50-х годов на Западе не спорили в основном о том, обгонит ли Советский Союз Соединенные Штаты. Спорили по вопросу, когда. И это было вполне реально другое дело, это не реализовалось. Но именно в 50-е годы, в середине 50-х годов, даже чуть раньше, чем 20-й съезд, в советском обществе заработали те механизмы, которые были связаны с базовыми противоречиями советского общества, которые и привели систему к структурному кризису, который руками определенной части нашей номенклатуры и их западных подельников или союзников, как угодно, они превратили структурный кризис в системный и обрушили Советский Союз. Решения противоречий, которые самодержавная система, которые советский коммунизм решил за самодержавную систему, повторю, они же стали новыми противоречиями новой системы. И чтобы ответить на этот вопрос, на вопрос противоречий, нам нужно прежде всего объяснить себе, что отчуждала номенклатура у населения. Поразительно, что этот вопрос даже в закрытых публикациях наших диссидентов, полудиссидентов никогда не ставился. Парадоксальным образом, он был поставлен в сборнике «Китай. Традиции и современность» специалистом по аграрной истории, у нас такой был специалист по аграрной истории Му Грузин. Был такой счастливый период, ну счастливый в кавычках, когда мы собачились с маоизмом, с КПК, и нашим китаистам разрешено было писать несколько больше о социализме, чем всем остальным. Вот в этом сборнике была очень интересная статья, где она была посвящена вообще аграрным проблемам Китая, но между делом Му Грузин написал замечательную фразу. Он написал, что ганьбу, это китайская номенклатура, 40 миллионов человек, у них нет собственности на вещественные факторы производства, на фабрики, на заводы, на землю, но и у народа нет, потому что ганьбу стоят между народом и населением. Как описание, это замечательно. Вот теперь только эту фразу, ее нужно перевести на научный язык. Что значит стоять между народом и вещественными факторами производства? Действительно, коммунистическая партия у нас не была собственником фабрик, заводов, и в этом отношении действительно народ и партия были едины, как не собственники. А что же такое было у номенклатуры, у парт, тем, кого называют парт номенклатуры, такого, чего не было у народа? И вот здесь мы сталкиваемся с ситуацией, которую по-разному совершенно формулировали разные люди. Честер, Туанет Гарпо, Александр Александрович Зиновьев, который писал, что секреты всех систем лежат на поверхности. И вот что это за поверхность? Есть замечательный документ, который, кстати, сами коммунисты плохо знали, как выяснилось на суде в 1993 году, где я был экспертом, Ельцин против КПСС. Устав КПСС. Вот, если внимательно прочесть устав КПСС, то все секреты советского общества, ну, пропадают на раз, два, три. Там, например, было написано в этом уставе, что КПСС является общественной организацией высшего типа, и все остальные организации существуют только в том случае, если они это признают. Вот в этой ситуации, вот я захожу сюда и говорю, вот это вот все нам принадлежит, вот деревяшки все, компьютер, все, все наше. Только при одном условии. Я захожу с матросами, там, с кожанками, вот, они с оружием. Вы, ребята, признаете нас организацией высшего типа, и наша цель строить коммунизм. Вы можете там дома чего хотите говорить, но вот здесь, на собрании, мы строим коммунизм, и мы высшая организация. Дальше вы можете после этого организовывать ДОСА, в чего хотите, но вы должны это признать. Что мы отнимаем в данном случае? Ничего вещественного. Но дело в том, что, если мы посмотрим внимательно на то, что писал Маркс, у него была замечательная теория производительных сил. Дело в том, что производительные силы, ну, не только вещественный характер. Есть социальные производительные силы, это отношение субъект к субъект. И духовные производительные силы, это субъект дух. Так вот, что такое социальные производительные силы? Это способность субъектов создавать социальные организации. Когда я прихожу и говорю, мы организация высшего типа, а вы так погулять вышли, это значит, я отнимаю у кого-то социальные факторы производства, социальные производительные силы, а вместе с ним и духовные. И вот мы здесь выходим на первое противоречие исторического коммунизма. Номенклатура как коллектив присваивала внеэкономические факторы производства, социальные и духовные, а вот экономический фактор в виде потребления, она присваивала индивидуально, потому что каждый номенклатурный работник со своей семьей, он индивидуально ел финскую салями и так далее. Как снималось это противоречие в реальной жизни между коллективным присвоением внеэкономических факторов и индивидуальным присвоением экономических? Очень прочно, просто. С помощью ранжированной иерархической системы потребления. Каждому рангу номенклатуры был предписан свой уровень потребления. Причем это настолько жестко отслеживалось до середины 50-х годов, что, скажем, в 20-е годы была такая история, ее в самом начале 90-х в аргументах и фактах воспроизвели как некий смешной случай, не понимая, что это не смешной случай, это серьезная вещь. Значит, в ЦК партии было две должности, инструктора еще какая-то, ну, пониже. Ну, там, где пониже, человеку приносили в полдник стакан чая, а та повыше, где стакан чая и сушку. И вдруг между этими двумя должностями врубают еще одну должность. И на политбюро обсуждался вопрос, что приносить во время полдника, вот как выйти из этой ситуации. Ну, и автор этой статьи в аргументах и фактах, он, ну, сказать, смеялся, ну, вот идиоты там и так далее. В полдниру было найдено решение, стакан чая и салфеточка. Это смешно, но дело в том, что в обществе, где нет частной собственности и где нет вообще собственности на вещественные факторы производства, главным становится уровень потребления, то, что тебе, какой уровень тебе потребления положен. Как долго могла существовать такая система контроля над потребностями верхов? Она могла существовать только при наличии жесткой подсистемы страха. С середины 50-х годов, после 20-го съезда, все, началась эрозия этой системы, началось развитие теневой экономики, и вся эта система, то есть, номенклатура начала разменивать власть на материальные блага. В соответствии с краями указанного противоречия в номенклатуре было две группы. Одну из них неверно называют либералами, а другую неверно называют неосталинистами, но группы очень четко фиксированы. Так называемые либералы советские, ну, к либерализму они не имеют никакого отношения, их главная, сказать, цель была потреблять больше, чем положено по рангу, иметь больше контактов с Западом, опять же, из-за шмоток и потребления, и иметь минимум ответственности перед центральными структурами. Неосталинисты тоже не имели никакого отношения к сталинизму. Это были люди, которые акцентировали значение внеэкономических факторов. То есть, мы имеем противоречия, мы имеем его две стороны, и мы имеем две группы, которые его персонифицируют. Второе противоречие было обусловлено социально-гомогенной природой советской власти. Она не была ни политической, ни экономической, ни идеологической, она не была суммой этих властей. Это была социально-гомогенная, то есть, социально-однородная власть. Любой чиновник, даже не партийный, беспартийная паспортистка в ЗАГСе, она в миниатюре имела ту же власть, что наверху. То есть, власть отличалась объемом, но по качеству эта власть была одной и той же у секретаря парткома какой-нибудь поликлиники и у генерального секретаря. И власть эта была над законом. Вот это очень важный момент. Это была надзаконная власть. Причем она была такой и в 1918 году, когда Ленин писал о том, что коммунистическая власть не ограничена ничем и опирается на насилие. Она была такой же при Хрущеве, когда он потребовал изменить законы. Когда было дело Рокотова, Файбышенко и Яковлева, королей черного рынка Москвы. И вот эти ребята, они полагали, что они успеют заработать миллион рублей, их арестуют, дадут им по советскому закону три года, потом их выпустят, они будут жить на эти миллионы рублей всю оставшуюся жизнь. Но Хрущев в это время был в Берлине, ему задали вопрос западные журналисты, есть ли у вас миллионеры. Хрущев сказал, конечно, нет. Но ему сказали, а вот у вас сейчас идет дело Рокотова. Ну, Хрущев был очень простой человек, подчеркиваю, очень простой человек. Его один миллион привел в бешенство, и он потребовал расстрела, когда вернулся. И когда генеральный прокурор, это есть в нескольких мемуарах, сказал ему, мы не можем, законы не позволить, он сказал, так что, сказал Хрущев в ярости, мы над законом, мы партия или закон над нами. Конечно, партия над законом. Кстати, если посмотреть советские учебники права, там очень четко сказано, что источник советского права решение ЦК КПСС. То есть, власть над законом, конечно. Кстати, как и самодержавие, кстати, и над законом, и над церковью, и так далее. Так вот, да, и последнее, это 90-й год. Горбачев получает секретную записку 15703 летом 90-го года от своего заместителя Ивашко, который ему пишет, что нужно создавать невидимую сеть партийной экономики, поскольку опыт восточноевропейских компартий показывает, что их имущество не защищено законом. Но что значит не защищено законом? Это значит, КПСС не является юридическим лицом. И вот если мы посмотрим на иерархию власти в советском обществе, то вы знаете, что в советском обществе все организации существовали в разрешительном порядке. То есть, их разрешало государство. Но была одна организация, которую государство не разрешило, это наоборот. Эта организация разрешила государство, это была КПСС, которая была над законом. И это была специфика вот этой системы. Кстати, для пирамиды власти в Советском Союзе было характерно, чем меньше юридически ограничена организация, тем выше ее статус. И наоборот. Но в 1991 году пирамида перевернулась, и оказалось, что КПСС ничем не владеет, что она находится над законом, а следовательно вне закона. Отсюда вот эта вот записка Ивашка, что нужно создавать невидимую сеть партийной экономики, потому что наше имущество ничем не защищено. Так вот, вот эта надзаконная социально-гомогенная власть, она не могла делиться на исполнительную, законодательную и судебную, потому что это означало для нее смерть, что и произошло после 19 парт-конференции. Но как может развиваться такая вот социально-однородная власть? Только путем сегментации, дробления, дробления, дробления и по закону средних чисел в однородной среде этот процесс должен был остановиться на середине. Что такое середина? Это уровень обкома, крайкома, ведомства. Опять же, власть, пока центр был силен, это все контролировалось, но неуклонно в советской системе нарастала власть региональных баронов. Смотрите, в 1939 году в составе ЦК их было 20%, а в 1952 году на 19 съезде, когда ВКПБ переименовали в КПСС, их уже было 50%. При Хрущеве и Брежневе ситуация еще более стала жесткой в этом плане, поскольку Хрущев в борьбе со своими противниками опирался на провинциальных секретарей, в основном украинских. А Брежнев вообще симпатизировал украинскому клану во главе со Щербицким. То есть, вот этот процесс перехода реальной власти на средний уровень, при котором ЦК оставался только координатором, он стремительно шел после середины 50-х годов. И опять же, как в случае с первым противоречием, у краев этого противоречия были две группы. Это централисты и так называемые региональные бароны. Причем первые чаще всего блокировались так называемыми неосталинистами, а региональные бароны с тех, кого называли либералами. И после устранения в конце 60-х годов группы Шелепина и победы брежневцев, опорой центроверха, повторяю, стал украинский клан. И впоследствии союз регионалистов и либералов и взорвет СССР. И, наконец, третье противоречие. В советском обществе совпадали ячейка производства и ячейка власти. То есть, любая производственная единица, серьезная, она же была и партиейчейкой. Формально вообще принципом КПСС был территориально-производственный. Но это так называлось. На самом деле единственная группа в СССР, кто действительно был организован коммунистов по территориальному принципу, может кто-то знает, кто это был? Пенсионеры. Пенсионеры были организованы по территориальному принципу. Все остальное главным образом по производственному. Поэтому, когда Хрущев в 1962 году решил провести партийную реформу и разделить ее на партийную организацию КПСС, городская промышленная и сельскохозяйственная деревенская, вот это и стоило ему его главным образом. Это была последняя капля. Поэтому, скажем, совнархозы, которые номенклатуру не устраивали, они были отменены. Хрущева сбросили в 1964 году. Через год только отменили совнархозы, а вот партийную реформу свернули тут же. И если вы помните это уже из последнего времени, указ Ельцина, номер 14, это июль 1990 года, указ о департизации производственных коллективов. Очень интересно отреагировала партия с закрытым письмом на этот указ Ельцина. Было сказано, что нужно всячески саботировать это антинародное решение. Но, если не удастся его саботировать, то выводимые за пределы производственных коллективов партийной организации должны функционировать не как территориальные, а как производственные. Но что это означает, если у нас совпадают производственные ячейки и ячейки власти? Это означает, что главное это воспроизводство в данной ячейке, это главное воспроизводство власти, а не содержательная сторона. И вот это вот господство функционального аспекта над содержательным во всех производственных ячейках, это создавало потенцию к деградации системы. Потому что шел отбор определенных кадров, и главным было выполнение партийных решений, а все остальное тоже на потом. Отсюда тоже два края людей, технократы и партийцы. Понимала ли советская власть угрозу деградации, связанную с этим третьим противоречием? Конечно. Сталин уже в 1939 году, как показывают последние исследования новейшие, задумывался о том, чтобы реально пересместить власть в совет министров, а партии ЦК оставить пропаганду, идеологию, подготовку кадров. Потом война, потом восстановление. В 1952 году Сталин возвращается к этой идее, присматривает себе преемника Пономаренко. И такой же идеей, как и Сталин, по поводу Совмина и партаппарата придерживался и Берия. И после смерти Сталина, когда речь шла о том, какой Маленков был тогда формально человек номер один в правительстве, во власти, и он выбирал, стать ли председателем Совмина или первым секретарем. И Маленков выбрал Совмин, потому что он полагал, что дело уже сделано, и что партаппарат отодвигается, и главный будет Совмин. Но партаппарат считал по-другому. И хотя мы рассматриваем очень часто многие наши исследователи, что первые половины 50-х это борьба Хрущева за власть, ну да, вообще во власти борьба за власть всегда носит персонализованный характер. Но здесь очень четкая логика. Смотрите, сталинский параллелограмм сил был очень прост. Партия, исполнительная власть, так называемая Совет Министров, Госбезопасность и армия. Смотрите, как четко, логически развивается после 1953 года событие. В июне 1953 года арестовывают и, по-видимому, сразу же убивают Берия. И Госбезопасность из МГБ становится КГБ при Совете Министров. Она только в конце 60-х годов при Андропове вернет свой статус. Дальше проходит еще год с небольшим, и выкидывают Маленкова, а вместе с ним понижеприджается значение Совета Министров. И, наконец, в 1957 году человека, который спас Хрущева от антипартийной группы, Жукова, выбрасывают, и вместе с ним статус армии снижается. То есть из параллелограммы сил остается только партапарат. Партапарат одерживает победу, и только в этот момент Хрущев понимает, что теперь у него нет возможности играть на противоречиях. Тогда он задумывает вот эту партийную реформу, чтобы у него было две партии, и он бы выступал медиатором, и это стоит ему его поста, его должности. Все указанные противоречия, о которых я говорю, все они уже были структурно обострены в середине 60-х годов. И вот здесь Советский Союз подошел к развилке, и здесь возникает вопрос. Советский Союз мог сделать качественный рывок в этот период. То есть из антикапитализма превратиться в посткапитализм, то есть из чисто негативного слепка капитализма стать чем-то другим. То есть смотрите, у советской системы была слабость, Советский Союз был отрицанием капитализма, антикапитализмом, а производственная база у него была такая же, как у капитализма, индустриальная, причем более слабая, чем у капитализма. Что нужно было для того, чтобы Советский Союз сделал рывок в посткапитализм? Первое. Нужно было создать постиндустриальную систему на основе кибернетической организации общества. Нужна была иная организация общества. Второе. То есть административная. Второе. Нужна была принципиально иная энергетическая система, чтобы сказать «до свидания нефти» и хозяевам мирового нефтяного рынка. И второе. Нужно было военно обеспечить вот это вот все. Было ли это у СССР в первой половине 60-х годов? Было. И было так, что рывок, если бы не классовый интерес номенклатуры, он бы состоялся. Значит, что это было? Первое. Новая система управления экономикой – это ОГАЗ. То есть академик Глушков – это общегосударственная автоматизированная система. Весь документооборот переводился в электронную форму по этой системе. Управление экономикой было в онлайн-режиме тогда. Создавалась индустрия информационных технологий. То есть это была первая попытка создать информационное общество. Причем по масштабу финансирования ОГАЗ должен был превзойти атомный и космический проект вместе взятые. ОГАЗ быстрее всего поняли на Западе. В 64-м году при Линдоне Джонсоне была создана группа «Как остановить Глушкова». Она просуществовала два года. И эксперты говорили, что если Советский Союз реализует ОГАЗ, то он уйдет далеко вперед от Америки. Но еще больше испугалась номенклатура, в том числе и те люди, которые у нас считаются, такими продвинутыми технократами. Косыгин. Представляете, если бы вводилось ОГАЗ, то экономика становилась прозрачной. Невозможны приписки. Невозможно, стал бы невозможен теневой административный рынок. Ну и технократы выдвигались как серьезная альтернатива партноменклатуре. Номенклатура этого допустить не могла. Но здесь были удары с обеих сторон. Самый страшный удар нанесли американцы. Журнал «Тайм» вышел с портретом Глушкова. И было написано, что Глушков собирается заменить политбюро перфокартой. И такая перфокарта была. У нас в газетах появлялись статьи наших, еще тогда не академиков, о том, что мода на ЭВМ в Америке, эта мода уже сходит. Была статья Арбатова в «Известиях», Арбатова-старшего, что все вот это вот. То есть Глушкова начали шельмовать. Постепенно реформу спустили на тормозах. Это было видно, кстати, по журналу «Техники молодежи». Вот я выписывал в детстве, ну как в детстве, 66-й год, мне было 15 лет, я выписывал несколько лет журнал «Техника молодежи». И в первой плане 60-х в каждом номере была «Кибернетика Огаз», «Кибернетика Огаз», «Огаз Глушков». А потом это стало постепенно уходить. И, то есть, этот, к концу 60-х годов «Огаз» замылили. И вместо этого пошла реформа Косыгина-Либермана. На Западе это называлось «либерманизацией», потому что Либерман – это харьковский экономист, который говорил, что нужна рыночная система. Смотрите, в чем принципиальная разница была между Глушковым и Косыгинской реформой. Глушков говорил, нам нужно новое, действительно социалистическое планирование, потому что планирование, которое у нас есть, оно еще не социалистическое. Он оказался прав. К концу 60-х годов советская экономика утратила плановый характер. Просто невозможно было такую сложную экономику планировать так, как это делал Байбаков, совершенно потрясающий человек. Из того, из вывода, что плановая экономика в этом виде не функционирует, рыночники наши, экономисты, сделали нужна рыночная экономика. Мы сейчас спасем социализм на этом пути. И вредность идейная вот этой схемы была вот в чем. Рыночники не понимали, что стоимости товара при социализме, они принципиально отличаются от стоимости товара при капитализме, и проблемы не решат. Но в головы многих людей была вбита идея, что планирование – это не есть совсем хорошо, и что социализм можно спасти на рыночной основе. Вот это было начало разрухи в головах. В это же время, кстати, в 68-м и 73-м годах, Политбюро решило отказаться, было решение Политбюро от самостоятельной разработки ЭВМ. А мы обгоняли тогда американцев на 10 лет. Значит, это агас все. Что касается техники, то есть энергетики. Да, мы были на грани энергетической революции. Это Филимоненко – холодный термоядерный синтез. Это была энергетическая революция. Он создал такую установку ТГУ – термоэмиссионная гидролизно-энергетическая установка. Реализация этого проекта означала, что нефть не нужна. Но дело в том, что мы уже подписались под нефть и начали зарабатывать на нефти деньги. И Запад начал зарабатывать на нефти деньги. Поэтому в самом конце 60-х годов работы Филимоненко были закрыты, чертежи и документации изъяты, а в начале 70-х годов, аккурат во время нефтяного кризиса, по официальной версии, они были утеряны. Кстати, нефтяной кризис – вообще это очень интересная вещь. Наверное, вы знаете, что кризис начался в конце 73-го года, но в феврале 73-го года за 10 месяцев Киссингер сказал, что нефть в конце года подорожает в 6 раз. Нефть могла подорожать только если ОПЕК предъявит ультиматум. Ультиматум можно было предъявить только если бы произошли какие-то серьезные политические события. Ну, например, арабо-израильская война, которая и произошла. Я глубоко убежден, что без договоренности между США и СССР эта война была бы невозможна. Но она состоялась, и цены на нефть подскочили. От этого выиграли американцы, и мы в краткосрочной перспективе. И в Советский Союз пришли, об этом мало кто знает, в 1974-1975 годах. 170-180 миллиардов долларов. И по нынешним ценам это триллион. Ну и в общем, эти деньги, насколько мне известно, даже Брежневу не все сообщили об этих деньгах. Деньги были вложены в теневую экономику, в западную экономику. И потом у тех, кто распоряжался этими деньгами, стал вопрос, что нужно эти деньги, во-первых, в собственность превратить. Ну и кроме того, возникли противоречия между армией и КГБ с одной стороны, и международным отделом ЦК с другой. Потому что от этих денег ЦК отсек важные сегменты советской системы. И забегая вперед, вот представьте, мы с вами армия и КГБ, мы знаем, что пришли огромные деньги, а нам дырку от бублика дают. Каким образом мы можем, так сказать, подключиться к использованию этих денег? Что нужно сделать? Война, конечно. Война, и мы начнем распоряжаться этими ресурсами. 79-й год, Афганистан. И действительно, это было... Сейчас у нас появилось целый ряд публикаций, что Андропов, там он был агент, поэтому он нас тащил в Афганскую войну. Да, в Афганскую войну нас тащили три человека. Действительно, Андропов, Устинов и Громыка. Но они решали свои ведомственные проблемы. Они, точнее, вот эти два человека, Громыка, это так, как и примкнувший к ним Шипилов в 58-м году. Так вот, они решали свои проблемы, не были они никакими агентами влияния чужими. Они решали свои проблемы. Другое дело, они решением своих ведомств проблем Советский Союз подтопили или даже утопили. Но это уже другой вопрос. Значит, третий момент. Было ли у нас средство все вот это обеспечить, если бы реализовалось так, чтобы никто не посмел опасть? Было интегрированный оборонно-наступательный океаническо-сухопутный космический комплекс Челомея. Он назывался «Закат», «Закат Америки» имелся в виду, или «Башмак». «Башмак» — это как Хрущев стучал. Значит, помимо вот этого, что это был интегрированный комплекс, кроме того, у него было дополнение. Уникальный подводный автономный автоматизированный контейнерно-ракетный комплекс «Паакарка», разработанный Ткачевым. То есть, эти все вещи размещались вдоль границ территориальных вод США. И даже если Советский Союз пропускал первый удар, вот эти вещи срабатывали автоматом и сносили Соединенные Штаты. В 1993 году несколько наших очень известных людей, которые сейчас большие патриоты, они подарили этот комплекс Ткачева американцам. За просто так, чтобы вот показать, что мы будем теперь дружить. Американцы обалдели. Во-первых, они не знали, что такое возможно. А второе, они стали разбираться, это как вот идиоты или предатели. Но самое главное, у американцев такого не было даже близко. Значит, что произошло со всеми этими, так сказать, вещами? Успешно прошли они испытания в 1963 году, но летом 1967 года работы были приостановлены. В 1972 году тема была закрыта, документация уничтожена. Формальное объяснение. Мы подписываем с американцами ОСВ-1 в 1972 году, и нам это все не нужно. То же самое произошло с орбитальной боевой системой «Космос-252 Челомея». Это был истребитель спутников и пилотируемые военно-разведывательные платформы, свернута в 1969 году. Я всем очень рекомендую прочитать книгу, правда ее сейчас трудно достать, автор Бодрихин. Книга называется «Челомей» из ЖЗЛ. Она написана по рассекреченным материалам. Книга, поэтому ее очень трудно достать. Я очень рекомендую посмотреть, потому что вот то, о чем я говорю, это я почерпнул там. Последняя попытка защитить Челомея и всю эту программу, определенной частью нашей номенклатуры, состояла в 1967 году на июньском пленуме 1967 года, где первый секретарь МГК Егорычев поднял вопрос очень изуалированной формы. Он сказал, что ПВО вокруг Москвы не очень хорошо, нам нужен специальный пленум по вооружениям. Его очень быстро, Устинов был в бешенстве, это был наезд на Устинова. Его очень быстро сняли, и в этом плане 1967 год, а Егорычев поддерживал, добавоку, к всему группу Шелепина. Вот это была последняя попытка отстоять эту военную часть. То есть в середине 60-х годов советская номенклатура отказалась от рывка в посткапитализм. Ну а если мы отказываемся от рывка в посткапитализм, что мы должны? Значит, мы должны сближаться в рамках конвергенции с капсистемой. Кроме того, ну опять же, номенклатура, опять же, не потому что они были предатели, они были малокультурные люди, они полагали, что значительно важнее вот все это разменять на доступ к западным финансовым рынкам. Ну, например, у нас мало кто занимается финансовой и банковской историей Советского Союза, но те, кто занимаются, знают, что одним из главных банков Лондонского Сити с 61 по 69 годы был Московский Народный Банк. И без этого банка евро-доллар бы не возник. То есть без этих денег, которые были у нас. Потом уже американцы вступили, но в 60-е годы за евро-долларом стояли наши банки. И наша номенклатура, верхушка наша, полагала, что мы сейчас поставим финансовую систему Запада под контроль, будем из нее качать и их переиграем на их поле. Наивные люди. И именно в 60-е годы, кстати, возникла на Западе разветвленная система сов-загранбанков. Они были еще раньше, но вот это вот расширение произошло именно тогда. По-видимому, здесь и произошел размен некоторых наших технических наработок на финансы. Но вот это называется, махнем не глядя, как на фронте говорят, махнули. То есть советская номенклатура сознательно отказалась от превращения в посткапиталистов, потому что это означало ущемление ее привилегий. И ее бы отодвинули, поэтому технический прогресс притормозили. Кстати, то же самое сделали хозяева Запада в 70-е годы. Они тоже притормозили технический прогресс в своих интересах. В результате советское руководство еще, добавку ко всему, купили на Детант. Хотя были умные люди, которые понимали, что Детант – это ловушка. Был замечательный писатель Кочетов, который написал роман «Чего же ты хочешь?». Я всем рекомендую прочесть эту вещь, потому что Кочетов, ну, с точки зрения литературы, это среднее. Это блестящий политический роман. Кочетов даже объяснил, какая партия в Западной Европе первой придаст Советский Союз. Итальянская компартия. Интересно, что именно в 60-е годы у советской номенклатуры возник западный контрагент, который начал с ней активно работать. Помимо финансистов, это был так называемый слой корпоратократии. Вообще, если представить современную западную верхушку, она состоит из трех частей. Это банкстеры, то есть финансисты-ганкстеры. Это корпоратократия, это сравнительно молодая группа. И это те, кого называют айтишниками, это, так сказать, передовые сектора. Так вот, ну, банкстеры были всегда сильны. Они были сильны даже в 19-м веке, начиная с 1818 года, когда Ротшильды впервые нагнули Пруссию, Австрию и Францию. И обратите внимание, Маркс, прекрасно зная о финансовом капитале, он все время писал, что главный враг пролетарии, это промышленный капиталист. То есть ничего не писал о финансистах. Затем, после 1945 года появляются, точнее, они появились раньше, но возникает слой мощный корпоратократии, который начинает теснить и государственно-монополистическую буржуазию, и финансистов. Но как только в 1991 году был разрушен Советский Союз, банкстеры опять взяли верх над корпоратократами. Так вот, в Советском Союзе с конца 50-х годов нефть, финансы, возник наш сегмент корпоратократии. То есть, повторяю, это не были предатели, но это были люди, которые были ориентированы на контакты с Западом. И они функционировали уже одновременно, как часть нашей системы и часть не нашей системы. И когда в 70-е годы пришли нефтяные деньги, именно эти люди задумались о том, а как это превратить в собственность. Потому что новинклатура была одна маленькая, но неприятная проблема. Как транслировать привилегии детям? Вот как передать детям привилегии? Ведь застой, что такое застой? Когда наивный Легачев сказал Горбачеву, крикнул Горбачеву, что у нас экономика развивалась, как вы можете говорить о застое. Он наивный человек. Горбачев-то ведь под застоем имел совсем другое в виду. Он имел в виду отсутствие вертикальной мобильности. И номенклатура Горбачева поняла. В 85-86 году она его активно поддержала, потому что некровавым способом сменилось где-то 74-76% руководителей областей, краев и так далее. Так вот, когда пришли вот эти нефтяные деньги, вопрос стал очень остро, а как это превратить в собственность? И вот у нас прямых доказательств, конечно, нет, но по косвенным, которые очень важны. Недаром в ГРУ у нас был, а может и сейчас есть отдел, который занимается анализом косвенных всяких свидетельств. Так вот, если внимательно читать мемуары подельников Горбачева, то там совершенно становится понятно. Они все пишут, что в середине 70-х годов мы решили, что необходимо менять строй. Да если бы они в 70-е годы, им такая в голову только мысль пришла, они бы просто от страха умерли. Нет, здесь дело в другом. В середине 70-х годов те, кто действительно решил отодвигать КПСС, но не ломать Советский Союз, отодвигать КПСС, они набрали вот этих вот, так сказать, людей, жадных, тщеславных, которым можно было легко пожертвовать, там, Горбачев, Шаварнадзе, еще кем-то. И они сбили эту команду именно тогда. Другое дело, что в конце 80-х этот процесс вышел из-под контроля тех людей, которые собирались сесть за один стол с западной элитой на равных. И, по-видимому, именно тогда, когда стало понятно, что все проиграно, вдруг появились люди типа Ходорковского, Смоленского, Березовского и так далее, которые и стали фасадом тех людей, которые проиграли. Но это уже отдельная совершенно тема. Хотя очень многие вещи готовились заранее. Я недавно слышал интервью Шемякина, который рассказывал, как он оказался за рубежом. В самом начале 70-х годов его вызвали в ГБ, и ГБшный человек ему сказал, вы знаете, вам лучше уехать, потому что ваши коллеги, вот они вас запихнули уже разок в психушку, они не успокоятся. Вам лучше уехать, Шемякин сказал, ну я хочу быть в своей стране, я патриот. И он ему сказал, вы знаете, лет через 10 здесь все изменится. И тогда вы вернетесь. Это было начало 70-х годов. Это означает, что та фракция, либерал-глобалистов, которые собирались действительно отодвинуть КПСС от власти, но, повторяю, не ломать Советский Союз, это уже издержки производства оказались, на мой взгляд. Они начали где-то готовить с середины 70-х годов этот процесс. Ускорил этот процесс еще одна вещь. Дело в том, что сейчас, конечно, очень смешно многим, когда говорят о том, что капитализм оказался в конце 20-го века в жутком совершенно кризисе, ему оставалось чуть-чуть. Но, тем не менее, это действительно так. И у нас был целый ряд исследователей в 80-е годы, которые, ну сейчас малоизвестные, которые говорили о том, что капитализм доживает последние десятилетия. Это прежде всего, вот скажите, я сейчас назову двоим имени, кто слышал? Владимир Крылов и Побиск Кузнецов. Вот Побиск Кузнецов, он очень хорошо знал немецкий язык, он прочел капитал, не так, как его переводили. И он ввел термин энергетическая экономика. Это очень похоже на физическую экономику Линдона Ларуша. Так вот, он посчитал, эта записка пошла в органы, что в середине 90-х годов в мировой экономике на 1 кВт-час, то есть стоимость 1 кВт-час превысит граничные величины, и должна будет начаться гиперинфляция цен на товары и активы. И капитализм этого не выдержит. На Западе тоже это прекрасно все понимали. Поэтому демонтаж Советского Союза, он подталкивался еще вот этими проблемами, проблемами капиталистической системы. И мы сейчас видим, что на 15 лет разрушения Советского Союза до кризиса 2007 года целый ряд западной экономической системы решила. Достаточно вспомнить, что второе президентство Клинтона, второе президентство Клинтона последние 3 года, это США впервые за 30 лет имел профицит бюджета. Это так грабили восточную Европу. Значит, иными словами, советская большая система СССР это ни в коем случае не отклонение от логики развития большой системы России. Это ее мировая антикапиталистическая форма, поскольку до этого мировых форм у России не было, были региональные, евразийские. Это абсолютно логичная фаза, у которой были свои противоречия. Противоречия эти нужно изучать, чтобы понимать, как функционировала эта система. Повторить советский опыт невозможно, потому что это была другая эпоха. Но, тем не менее, у Советского Союза была одна замечательная вещь. Это общество, которое строилось на основе социальной справедливости. Это была провозглашенная цель. И как это не парадоксально, это делало Советский Союз уязвимым. Потому что, поскольку номенклатура уже с конца 50-х годов очевидно нарушала социальную справедливость, требования предъявляясь. Как же так? Вы нарушаете социальную справедливость, значит, это строй-то плохой. Вот, скажем, капитализму или постсоветской России невозможно предъявить такие требования, такие претензии. Потому что, ну, а у нас капитализм, а у нас неравенство. Мы строим капитализм. Вплоть до курьеза, когда мой сын учился в школе, их учитель истории, бывший секретарь парт-организации, он нам говорил, не смейте друг другу подсказывать. Мы строим капитализм, вы должны быть индивидуалистами. Вот, в этом отношении, конечно, нужно изучать опыт советской системы, поскольку это часть нашей истории, и это попытка, которая оказалась неудачной по целому ряду причин, причем и Троцкий, и Сталин оказались по-своему правы. И, к сожалению, постсоветская система, она не оказалась чем-то новым. Она оказалась проеданием советского наследия, которое подходит к концу. Она оказалась самовоспроизводящимся процессом разложения позднесоветского общества. И, в общем-то, уже 90-е годы показали, что правящие условия, способного решать проблемы нашей страны, это особенно было явно в 90-е годы, ни внутри страны, ни за рубежом, нет. И я хочу закончить свое сегодня выступление цитатой из романа Маркеева «Оружие возмездия», где он, это он пишет об администрации президента Ельцина, но это характеризует всю тогдашнюю верхушку 90-х годов. Новые обитатели здания из шустриков президентской администрации представлялись Максимову, это главный герой, нелепыми пингвинами, с дуру, залезшими на макушку айсберга. Они могли вслазь, гадить на нем, составлять свое представление о мире, в котором живут, устанавливать свои законы для прочих обитателей птичьего базара и даже считать, что это они прокладывают курс айсбергу. Но он нес их, повинуясь невидимым глубинным течениям. Его миром был океан, который не объять птичьим умом. Вот, чтобы нам не оказаться в положении таких пингвинов, нам нужно хорошо представлять, чем был советский строй. Нам очень хорошо нужно представлять, как функционирует капиталистическая система и, самое главное, ее системообразующий элемент элиты-победительницы. Я процитирую того же Маркеева, который говорил, у победителей не учатся, их побеждают. И это правильное отношение к победителям. Часто очень их же собственным оружием. Так вот, нужно просто знать тот мир, в котором мы живем, ну и прежде всего свою собственную историю, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Спасибо. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Да, пожалуйста. Да. Ну, вы знаете, вообще, грань между ними очень зыбкая. В принципе, в современном мире... Ну, международные, вы имеете в виду, это ООН? Типа ООН. Наднациональные... Вы знаете, мирового правительства нет. Оно невозможно по определению в рамках капиталистической системы. Будет ли оно возможно в посткапиталистическом мире? Я очень сомневаюсь. Думаю, что скорее пойдет противоположный процесс. Ну, есть целый ряд организаций наднациональных. Это, прежде всего, две структуры, о которых у нас почти ничего не пишут. Серкль и Сьекль. Серкль – круг, Сьекль – век. Ну, я очень рекомендую... По-моему, она есть в интернете. Есть такая книга, называется «Фри Эйджент». Ее написал Брайан Крозье. Это племянник французского социолога Крозье. Он сам австралиец. И те из вас, кто смотрел фильм «Без Бельмондо профессионал», вот этот Крозье – это и есть прототип этого героя. Но только он в живых остался, его не застрелили. Как его там стреляют Бельмондо около вертолета. Ну, дальше. Есть фасадные организации, которые должны обозначать наднациональную структуру. Это Бильдербергский клуб. Трехсторонняя комиссия. Я думаю, что есть целый ряд структур, о которых мы просто не знаем. И потому что, вы знаете, если у Бильдербергского клуба есть свой сайт, то это уже не совсем, так сказать, вот... Это, думаю, такая структура отвлечения. Есть целый ряд структур, которые, ну вот, совпадают друг с другом по принципу кругов Эйлера. Ну, например, те же Ротшильды и Рокфеллеры представлены и в трехсторонней комиссии, и в римском клубе. Так что, вот, ну вот, примерно так. Этих организаций штук 6, 8, 10. Но есть, безусловно, разделение. Ну, например, есть структуры, в которых больше представителей гвельфских аристократий Южной Германии и Северной Италии, чем американцев. Вот. Но самое главное, нужно понять, что они не едины. У них очень разные позиции по многим разным вопросам. У них разные экономические сферы, как в легальной экономике, так и в криминальной. Например, немецкие, англосаксонские и ватиканские банки, они кредитуют совершенно разные наркопотоки. Там героин, искусственные наркотики и кокаин. То есть здесь no love lost. Но по отношению к внешнему миру они стараются вырабатывать единую точку зрения. Хотя сейчас, когда встал вопрос уже о судьбе Европы, вот здесь, возможно, серьезные противоречия. Потому что никому не хочется идти под транснациональные американские корпорации, особенно по той модели, по которой заключено Транстихоокеанское соглашение. Вы знаете, что по законодательству Транстихоокеанского сообщества корпорации приравнены к государству. И, кроме того, за модель взята модель отношений Великобритании и колоний. Только в Великобритании и новые будут корпорации, а колониями государства. Два вопроса очень коротких. Четыре. Первый вопрос. Знакомились бы с работами альтернативных историков, таких как Унфуров, Чугинов, Салин и так далее. И, в частности, слышали о каких-то одиозных моментах, как ядерная война и ядерные взрывы, которые были на территории России как-то 200 лет назад, и то, что СССР обменивался с США в конце 100 века ядерными ударами. И как вы к этому относитесь? Это первый вопрос. К альтернативной истории. И второй вопрос, значит, по поводу альтернативной энергии. Вы говорили о холодном термояде. Дело в том, что таких технологий существует. Существует большое количество технологий Юткина. Может быть, вы слышали недавно Андреа Росси, известный учитель анализов среднего всем мире. Вопрос следующего характера. Вы знаете, вот их отстреливали, этих изобитателей, сотнями. И в прошлом веке, и уже в этом, и на Западе, и у нас. Садили дурки там и так далее, и так далее. Но вот сейчас YouTube, например, пишет видео, когда люди буквально на коленке собирают эфирные установки беспопольные, отапливают свой коттедж от автомобильного аккумулятора. То есть уже шило из мешка уже лезет полностью, лезает, и, наверное, уже тысячи людей стрелять невозможно. Так, какие вы можете дать прогнозы относительно того, что в первом веке интернета и информационной прозрачности и технологии лезут, если завалится нефть. И, соответственно, уже русские ученые заявили, что синтезируют золото, хотя бы на том, что их заявлено. Но их энергетически невыгодно. Сейчас люди с подружженными оборудованиями. Я заканчиваю. И вот вчера буквально Министерство обороны проскочило, это тоже очень быстро исчезано, наверное, тоже для вас будет интересно. Была новость, что Министерство обороны заявило, что испытало у нас на полигурнах оружие, основанное на абсолютно новых физических принципах, энергетических, и есть положение, что это как раз на основе эфир. Я понял вопрос, да. Возможно, значит, отвечая на второй вопрос. Вы знаете, есть два разных термина – изобретение и нововведение. Вообще, наизобретать можно много всяких вещей. Филимонин, который холодный термояд – это изобретение. Но чтобы изобретение стало нововведением, то есть чтобы оно меняло жизнь, нужна определенная социальная и финансовая среда. Если окажется, скажем, в верхушке мирового капиталистического класса вот все, крышка, и они контролируют, самое главное, этот процесс создания новых видов энергии, тогда это будет внедряться. Значит, что касается историков-альтернативщиков, здесь много разных людей об этом пишут. Вот Кунгуров меня не убедил, например. Но есть серьезная проблема. Эту проблему я обсуждал с Анатолием Клесовым, который занимается ДНК генеалогией. Вы знаете, его концепцию подтверждена, что человечество, за исключением африканской ветви, это отдельное явление, происходит от человека, который жил 64-70 тысяч лет назад. Почему так? Поскольку там после катастрофы, после взрыва вулкана Тоба, между Суматрой и Явой, там осталось около 30-40 человек, и вот от них идет линия. Но Клесов заинтересовался вообще, он правильно подумал, что извержение вулкана Тоба могло быть спровоцировано чем-то, еще более серьезным. И сейсмологи выяснили по его просьбе этот вопрос, в это же время, между 64-м и 70-м тысячелетиям, в Тихий океан врезался крупный, или маленький астероид, или крупный метеорит, диаметр 10-11 километров. Но вы знаете, средняя глубина Тихого океана 7 километров. Значит, от удара посчитались сейсмологи. Пошло три волны. Первая от удара поверхность, вторая дно, и третья индуцированная. Волны, которые обошли земной шар вместе с огромными камнями, после этих ударов, это примерно 4-6 километров. То есть все было перемолото. И вот здесь, когда мы с Клесовым обсуждали этот вопрос, к вопросу об альтернативной истории, он говорит, вот между 64-м тысячелетиям и нашими днями, 60 тысяч лет прошло, и мы имеем техническую цивилизацию. Человек, по крайней мере, первые неандертальцы, они вовсе не были, так сказать, идиотами, и карманилцы их истребили, не потому что иандертальцы были неспособны аккарманиловаться, их задавили числом просто. Так вот, Клесов говорит, я не верю, что за 800 тысяч лет не возникла никакая техническая цивилизация, потому что это огромный срок. Но мы никогда о ней ничего не узнаем. Те альтернативные варианты, которые были за последние 60 тысяч лет, здесь возможны какие-то вещи, но те альтернативные историки, вот та часть альтернативных историков, которую вы назвали, как-то они меня не убеждают, особенно Кунгуров. Да. Вопрос один из себя, один из коллег, который не смог. Первое. Вы очень здорово упомянули про лидеров глобалистов, которые планировали перейти в власть и сесть за один стол с западными партнерами. Вопрос в чем? Мои назвали, ясно представители, персонали, организации, структуры и что пошло не так, то есть мы сняли что было последней каплей и входило в их планы приведение Романова на профиль генератор генерального спектакля. Это от себя и от своей олеги. Спустя 5 лет, после первого вброса, зашла информация по Dragon Family. Что пошло? Информация по Dragon Family. По случаю, в том кейсу, когда некие моские персонажи были схвачены на швейцарской границе с документами, с облигациями, с их сезонами на огромные суммы и деньги с другими бумагами. И вот те документы, которые сейчас говорят в интернете, потому что вот эта группа Dragon Family нервит некий иск к финансовым структурам США и Запада на какие-то сумасшедшие суммы. А вы просто ли это или птичка? Ну, вы знаете, по Dragon Family я вам ничего не могу сказать, потому что я практически вот эту информацию не знаю. Что касается структур и лиц из 70-х годов, которые готовили перехват, я думаю, что, может быть, мы когда-нибудь узнаем, кто это был. Но, в принципе, конечно, можно вычислить, кто чувствовал себя обделенный в данной системе. Но прежде всего ГБ и армия. Те, кого отодвинули, кого партапарат отодвинул в начале 50-х, 50-х годов. Что пошло не так? Реформы пошли не так, которые разрушили... Прежде всего, самая страшная реформа, которая, в общем-то, похоронила Советский Союз при прочих равных, это закон о государственном предприятии. Он нарушил то, что было характерно для Советского Союза равновесие между налом и безналом. Те деньги, которые уходили за пределы страны, ведь главным в законе о госпредприятии было то, что около 200 предприятий получили право выходить на мировой рынок и там продавать за доллары. Значит, доллары возвращались, обмениваемость на рубли, огромная масса рублей, люди сметают все с полок и начинает рушиться, нарушится эта система. Вот. Ну и кроме того, с другой стороны, я думаю, что сам этот процесс был не случайным, потому что, понимаете, когда мы, скажем, говорим про Хрущева или про Горбачева, что вот, так сказать, это два идиота, но если посмотреть на, скажем, на те же, там, что делал Хрущев или те люди, которые ему советовали, вот каждый год правления Хрущева это нож в спину социализма. При том, что Хрущев был последним романтиком социализма, он был идеалист, в отличие от Брежнева, который ни во что не верил. Но, тем не менее, каждый год происходило нечто, что подрывало советскую систему. И это не может быть случайным. То же самое так называемая реформа Горбачева. То есть Советский Союз подводился к той ситуации, когда речь уже не должна была идти о том, чтобы КПСС отодвинуть, когда Советский Союз рушился. Но я думаю, что были заинтересованные лица и за рубежом, и, по-видимому, были союзники их и здесь. Ничего личного. Система капиталистическая спасала себя. Андрей Ильич, а в агонии уже проекомендовали? Ну, да, я рекомендую. Но, тем не менее, это не это роман. Есть роман, в сети есть Александр Афанасьев, который Вера Вольф, потому что несколько Александров Афанасьев. Четыре романа цикла агония. Это Советский Союз между 70-м и 79-м годами. Там, правда, сверхакцент он делает на противостоянии ГРУ и МВД с одной стороны и Андроповского КГБ с другой. Но все равно очень интересно. Дело в том, что вот этот автор Афанасьев, он вообще очень хороший аналитик. У него недавно вышло, и это есть в бумажном варианте, можно купить в магазинах, два замечательных романа. Один называется «Белорусский набат». Событие происходит в Белоруссии в 20-м году. Свержение Лукашенко. Технология переворота описана блестяще. А вторая вещь называется «Час негодяев». Событие происходит в 19-м году. Главный герой – снайпер. Он вспоминает то, что происходило в феврале 2014-го года в Киеве. Работа о том, что происходило в феврале. Кстати, в конце книги Афанасьев дает список сайтов, откуда он почерпнул информацию, то есть вы можете прочесть это вместе с ним. Рекомендую этого автора. У меня один вопрос именно по поводу вашего мнения и два вопроса уточнения по поводу того, что вы сказали. Первое, по поводу как ваше мнение по поводу истории как науки. О том, что в современной истории политика и вот разные руки интерпретации различные. Я к тому, что в принципе есть точная наука, где Ажин Баллойд как бы факт и в принципе спора нет никакого. А есть различные интерпретации, которым подвержена культурная наука и история, например. Давайте я сразу отвечу на вопрос, потому что у меня значит, во-первых, вот на Западе, и это тот случай, когда я согласен с западными науковедами, термин точная наука больше не существует. Есть термин hard science и soft science, жесткая, и не жесткая. Что касается истории как науки, вы знаете, я не хочу обижать историков, но истории как науки пока нет. Я вообще люблю термин историология. И история как наука еще должна быть создана только, потому что, вот смотрите, социология, понятно, чем она занимается, ну вот как она изучает гражданское общество. То есть любая наука существует, если у нее есть объект. У социологии такой объект есть, у политической науки есть, у экономики есть. Вопрос. У меня, я вот читаю курс такой теории истории социальных систем в Институте страны Азиафрики, я читаю его востоковедом-историком. Я не приходит, я говорю, что такое востоковедение, что такое история. И начинается заплыв с ядрами на ногах, потому что, а вот что история изучает такого, что не изучает социология, экономика, или, скажем, история духовной культуры. Почему нам вообще не отказаться об этой истории и сказать, там есть экономическая история, социальная, политическая. И вот здесь возникает серьезный вопрос, а чем занимается, чем занимается, что изучает историческая наука? У меня есть ответ. Историческая наука изучает различные социоисторические системы и субъекты, которые существуют в этих системах или являются транссистемными. Лучшая, одна из самых сильных финансово-разведенных корпораций, христианская церковь. Рабовладение, феодализм, капитализм, по-видимому, она и после капитализма останется. То есть, но как только мы сказали, что история должна изучать системы и субъекты, здесь совсем другой понятийный аппарат. Это означает, что каждую, ведь каждую систему нужно изучать на ее собственном языке. Попробуйте китайскую или японскую систему поизучать на языке западной социологии. Вот сейчас на русский язык, к счастью, 25 лет спустя перевели замечательную книгу. Это одна из лучших книг о Японии. Рекомендую всем. Ван Вольферен «Загадка японской силы». Покойный Александр Александрович Зиновьев, когда мы ему дали реферат на три печатных листа по этой книге, он сказал, вот если бы по каждой крупной стране сделать реферат по такой книге, все было бы понятно. Потому что Вольферен, я просто как профессиональный востоковец могу сказать, Вольферен объяснил, что такое Япония. Вот про Китай таких книг нет. Так что, значит, каждая система требует своего языка, и вот русская система, и коммунистическая требует, а потом нужно попытаться создать универсальный лексикон, потому что тот язык, которым мы сейчас пользуемся, это язык англосаксонской цивилизации, который хорошо объясняет англосаксонский капитализм 19-го, начало 20-го века, но даже нынешний капитализм он не очень объясняет. Это к вопросу об истории, об истории как науки. И в истории есть еще одна принципиальная слабость. Есть такая вещь, источниковедческий идиотизм, и он очень меняет ситуацию. Ну, например, вот у нас есть набор документов, и историк уже выстаивает причинно-следственную связь. Потом бах, вдруг появляются новые документы, которые, скажем, показывают, что октябрьский переворот готовили люди из разведштаба. И тогда ты уже другую выстраиваешь причинно-следственную связь. Поэтому историк должен анализировать, ну, не столько событий, и не только потому, что, как говорил Бродель Левенемансе противоречит тенденции. Только системный анализ позволяет это сделать. Поэтому нам нужна историология, как наука. Это ответ на ваш первый вопрос. А что второй и третий, что у нас? Да, спасибо большое за ваш ответ. И, ну, я не хочу много времени забирать. Ну, давайте, короткий вопрос, короткий ответ. Пинг-пинг. В общем, вы сказали про противоречие царского режима, да? Самодержавие. Самодержавие. И, в общем-то, не думаете ли вы, что если бы этого противоречия не существовало, то, возможно, мы не знали бы Россию и ее современные границы. То есть, потребность земли и земля, она увеличивается, увеличивается за счет нового. Но дело в том, что эти противоречия не могли не существовать. Возникло самодержавие, и это его имманентное противоречие. Вообще, любая система существует, только если в ней есть противоречие. Система без противоречия это труп, места. Ну, и последний вопрос. по поводу вопроса опять-таки противоречий в советской системе. Не думаете ли вы, что в том была слабость советской системы, в том, что в принципе были возможны вот те махинации, которые вы... А дело в том, что эти махинации вытекали из логики системы. Это была теневая, темная сторона этой системы. Так же, как такая же сторона есть у капитализма. Так вот, уже молодой человек, да. Да, добрый день. Благодарю за лекцию, очень было интересно. У меня вопросы не сколько по Советскому Союзу, а столько по русской истории есть. Значит, три вопроса, тоже, если хотеть, коротко, или развернуть. Могли ли мы не ввязаться в Первую мировую войну, то есть, могли ли мы не пойти на поводу этого повода и не поддержать Сербию? Давайте сразу, вы знаете, в той ситуации, в которой оказалась Россия в начале 20 века, не могли, потому что мы были завязаны на французские деньги и та ситуация, в которой оказался Николай, она не позволяла. Можно предположить другое. Я вообще сторонник такого подхода. Знаете, иногда говорят, у истории нет сослагательного наклонения, ничего подобного. Это историки плохие, не знают сослагательного наклонения. Если бы у истории не было сослагательного наклонения, то она была бы просто таким сверхдетерминистским процессом, где существовали только системы. Всегда есть субъекты и его воля. У истории всегда есть несколько альтернатив. И выбирает субъект, выигрывает тот, кто навязывает свою волю. В той ситуации, если бы в России был другой лидер, который пошел бы против своего класса, что очень сложно, ну, можно предположить. Но с точки зрения системной, у России был очень узкий коридор возможностей, в который его загнали, начиная с Александра II, а Николай II уже был в этом коридоре. Второй вопрос. Вот он меня как патриот всегда сильно волновал. То есть я слышал уже об этой теории, то, что Юрик является выходцем со славянского Него в острове и прочее, прочее. Вот подтверждающие эту теорию факту, они такие есть и насколько серьезно можно копироваться? Вы знаете, я специально не занимался этой темой, я стараюсь все-таки работать в рамках последних четырех-пяти веков и даже в интернете кто-то написал «Чего Фурсов, чего интересно в этом дело? Он только копает на 600 лет вглубь и все». Вот. Но вот я стараюсь, я вот стараюсь ограничивать все-таки шестью стами годами, хотя там очень интересные вещи есть и раньше, там Аркаимы, наш славянский Один. Вы знаете, я думаю, что Рюрик действительно был славянином или прото-славянином, но специально я этим никогда не занимался, поэтому я, так сказать, не хочу в спекуляции выдаваться здесь. Ну и крайний вопрос, то есть, известен факт, что Романовы при воцарении были католиками, да, то есть, по крайней мере, есть такое подозрение. На положение, да, но тем не менее, как бы, есть ли какие-то факты подтверждающие, что они сохранили это наследство, да, и, ну, мы же говорили о том, что Ростов произошел не просто так в русской православной церкви, да, и есть ли какие-то факты подтверждающие то, что они сохранили этот католический корень в себе, и как стало возможно, что они его сохранили в православной церкви? Ну, как стало возможно, не знаю, он сказать, косвенные свидетельства некоторые есть. По поводу отца Михаила Романова, который, находясь в плену, ходил по сведениям поляков в костел, вот, что касается реформы Никона Алексея, там церковь такая в Петербурге, если будет возможность, зайдите именно на ту часть, как это домовая церковь Романова, она домовая церковь Романова. Я в основном разошел в храм, который как-то остановил туда, я там обратил внимание, что первая такая церковь была, которая совершенно католичная церковь Романова. Ну, целый ряд косвенных свидетельств есть, и здесь имеет смысл покопать. Андрей Ильич, выскажите, пожалуйста, по поводу степени субъекта безопасности перед Советским Союзом? Ну, вы знаете, до вообще советская система была довольно такая до серийных 50-х годов, она была такая довольно текучая, и я думаю, что из того, что я знаю, по крайней мере, до 1937 года, пока Сталин не начал ломать эту систему госбезопасности всерьез, там была определенная некоторая субъектность, пока система не отстоялась. Затем ее поставили под контроль, после 1953 года вообще она оказалась под жестким контролем, но советская система была очень интересно сконструирована, как мне говорят один из руководителей советского ГБ, я спросил, почему они так мало занимались аналитикой, но он сказал, что в отличие от ЦРУ, которые и добывали сведения, и занимались аналитикой, не приветствовалось, был аналитический отдел в КГБ, но в общем-то аналитикой занимался скорее международный отдел ЦК КПСС, и такой был комитет партийного контроля, который на самом деле назывался комитет партийного контроля и партийной разведки. Собственно, с середины 70-х годов линия Андропова борьба за усиление субъектности, где у него на пути стал Щелоковский МВД. То есть, эта субъектность никогда не была полной, но эта структура постоянно стремилась расширить свои полномочия и таким образом обвести определенную субъектность. Но в целом, в общем-то, она находилась под контролем того, что называется партия. Сейчас не знаю. Добрый вечер, Андрей Ильич, вопрос о том, что царские генералы царской разведки списали Николая Второго. Какие факты об этом свидетельствуют и источники его? Вы знаете, то количество людей, которое сотрудничало с большевиками, их сейчас становится все больше и больше этих фактов. Но элементарная вещь, вы знаете, что генерал-лейтенант Потапов сотрудничал, это еще, кстати, в старом советском фильме «Операция Трест» было показано, он сотрудничал активно с большевиками. Кроме того, очень интересная вещь, очень интересный эпизод произошел на следующий, ну вот, когда арестовали временное правительство, на следующий день военмор-министра и сухопутного министра выпустили, потому что они были тесно связаны с большевиками, и остальных всех отправили сидеть. Кроме того, если вы посмотрите, кто сорвал мятеж Корнилова, что было на руку большевикам, это были Маняковский и Бонч Бруевич, брат большевика Бонч Бруевича. Но, к сожалению, большая часть сведений, которые мы имеем по этому вопросу, она носит косвенный характер. Меня косвенные свидетельства вполне убеждают традиционных историков, которым нужно показать, там, сказать, вот факт, где написано, там, мы такие-то собираемся свергнуть Сталина и устраиваем заговор, то вот я это называю источниковическим идиотизмом, потому что большая часть самых важных решений исторических, она вообще принимается без бумаги, а иногда просто, так вот, одним взглядом, люди не оставляют следов. Так вот, судя по всем, по совокупности косвенных свидетельств, значительная часть офицеров генерального штаба, разведок управления, она оказалась, потом она оказалась в лагере большевиков, обратить внимание, ни одного, ни одного не расстреляли. Маняковский умер в 24-м году, умер сам, остальные все прошли 30-е годы совершенно спокойно. Это означает, что они были очень важны для Сталина, его команды. Ну и я даже, когда еще не размышлял на эту тему, мне было совершенно ясно, что Сталин никогда не переграл бы своих оппонентов, левых глобалистов, коминтерновского разведка, которая была великолепная, если бы у него не было какой-то альтернативы. Эта альтернатива могла быть только имперская разведка. Ну вот я лучше не могу ответить на ваш вопрос. Уважаемые дамы, да, так перехватили микрофон, вы потом... У меня больше, да. Вы включите передадите его. А в современной власти в России, а в тех кланах, которые есть, об борьбе, и представителей, и как вы думаете, что в общем результате получится? Вы знаете, вы знаете, какая штука? Это не потому, что я не хочу ответить на этот вопрос. Вот мне современные кланы, они не очень интересны. Мне значительно интереснее, что было в 67-70-м годах, потому что тогда все определилось. Вот. Здесь, поскольку система, сказать, не отстоялась, здесь как-то все по-другому. Меня значительно в большей степени интересуют завязки международные союзы, которые сейчас имеют очень большое значение. Ну, как вот рассекаются условно говоря международная политика. Я сознательно упрощаю. Республиканская партия США, Пекинский клан, условно, какие-то наши группы, Ротшильды, Шанхайский клан, Демократическая партия. То есть, в значительной степени нынешние кланы носят международный характер и вопрос в том, какое место занимают, кто какое место занимает в них. Но в условиях нынешнего, нарастающей нынешней конфронтации с Западом, я думаю, что здесь для нынешнего нашего верха точка невозврата уже пройдена. Но вот здесь могут быть интересные комбинации. Вот давайте подождем окончание выборов в Соединенных Штатах и посмотрим, потому что здесь могут быть самые разные комбинации в зависимости от расклада. Главные события происходят, к сожалению, не у нас. Они происходят на другом поле. Кстати, так же было и в 17-23-м годах. Это потом сталинская команда вернула ситуацию в другое поле. А в 17-м году, когда Троцкий приехал из Америки в Россию, он сказал, настоящие революционеры сидят на Уолл-стрите, они могут менять мир. Я, кстати, сейчас сомневаюсь, что те люди, которые сидят на Уолл-стрите, они могут менять мир, потому что кризис, на мой взгляд, выходит из-под контроля, и это создает хорошую ситуацию для того, чтобы сыграть на противоречиях. Но для этого нужно обладать двумя пустячками волей и знанием. Андрей Ильич, большое спасибо за очередное выступление. У меня, может, немножко необычный вопрос, но он больше ваше слово понять сможет. Сказали, что вы накопаете 400-600 лет. Я хотел бы спросить о вашей любви к значку совы. Это филин? больше 600 лет. Нет, нет, нет. Вы знаете, филин, филин, очень простая вещь, но она действительно с одной стороны старше, это филин, это птица Велеса, так же, как ворона, птица Одина. Но филин мне дорог несколькими вещами. Во-первых, у него бинокулярное зрение, во-вторых, это очень умная птица, и в-третьих, но я самое главное, он убивает бесшумно. Наоборот, бесшумно, тык и все, как будто и не мы. Здравствуйте. Большое спасибо вам за вашу лекцию и вообще за вашу деятельность. У меня два вопроса, один вопрос прошлого, другой вопрос будущего. По поводу прошлого вопроса, то есть как вы все-таки относитесь к теории лжи Петра Первого. Если вы знакомы, да, я знаком. То есть об этом упоминает даже ГС Милишпунский. Кажется, вы не секунду. Вы знаете, я несколько скептически отношусь к этой теории. У меня есть другой вопрос по поводу Петра, но хотя генетика может выкидывать разные вещи. Вы знаете, у Алексея Михайловича было 12 детей от Милославской и от Нарышкиных, причем, хотя вот две жены, но дети все были такие пухленькие, светленькие и прямоволосые. А вот Петр был с такими вот узкими плечами, как его Шемякин в Питере изобразил, все считают, что это издевка над Петром. Вот, на самом деле, видно, так оно и было. Черные волосы и, довольно такой вот худой. Конечно, природа может выкинуть всякие фокусы, но вот это очень странная вещь. И не случайно Петр, когда он сам допрашивал стрельцов после стрелецкого бунта, он многим стрельцам задал вопрос, а может это ты, мой отец? То есть у него были сомнения в этом отношении. Но что касается Лжи Петра, там подменили на голландца, вот too complicated to be true, слишком сложно, чтобы быть правдой. В истории все проще. И вот второй вопрос. Сейчас вот назревает такой кризис глобальный. И если Россия выйдет вообще из этого кризиса, то насколько вообще возможность ее взаимосвязи с вот этим постсоветским пространством будет? Насколько это будет помогать ей, если это вообще возможно? А вы знаете, давайте в России сначала будет кризис, сначала шанс, потом Россия из него выйдет, потом мы посмотрим останется ли постсоветское пространство, а то знаете, как помните, как в книге «Джунглей» Каа говорит, это будет жестокая битва между псами и волками и может оказаться так, что после нее не останется ни лягушонка, то есть Маугли, ни старого Каа и так далее, и так далее. Так что давайте огорчаться по мере поступления новостей. Спасибо большое, пожалуйста. Такой вопрос. Как вы относитесь к деятельности Старикова «Есть ли какие-то моменты принципиально, по которым вы категорически не согласны, к примеру? Ваше мнение о том, что партия не прошла?» Это как вкратце один вопрос. И второй, следите ли вы за ресурсы «Правосудия.нет», как вы считаете, как относиться к этим статьям? Что касается «Правосудия.нет». Я иногда заглядываю, но чем больше заглядываю, тем больше я вспоминаю Станиславского с его «не верю». Мои знакомые из разных структур говорят, что это структура для слива и для дезинформации. Но я вообще очень люблю работать с дезинформацией, потому что если у тебя есть ключ, то ты понимаешь, в чем тебя хотят обмануть. Это первое. Что касается работ Николая Викторовича Старикова, я далеко не все работы читал, но дело в том, что он публицист и я знаю, что сейчас вышло несколько работ «Анти Стариков», где его ловят на ошибках. Я не отношусь к его работам как к научным. Он работает, он в правильном направлении. Что касается научной оценки, но публицистической работе нельзя давать научную оценку. Публицистика есть публицистика, наука есть наука. Ну а то, что партию не допустили, ну много, много кого не допустили, много, много кто не прошел. У нас есть одна партия, у нее несколько аватарок есть, вот все аватарки прошли. Вот остальные, а остальные пошли гулять. Андрей Ильич, я вижу, очень азонозуевый, вопрос мне. Был на лиге в предыдущих, спрашивающих. Вопрос такой, очень много дискуссий в последнее время о том, кто кого кормил в советские времена. Это касается биологических республик. Это касается Средней Азии. Понятно. То есть вы хотите сказать, кормила ли Россия? Да, кормила. Вопрос вот больше такой, если Россия все-таки выкорбкается из кризиса, как говорил молодой человек, и попытается определить вектор своего развития будущего, то есть какие из территорий бывшего Советского Союза нам должны быть по логике исключительно из прагматических соображений, интересных с точки зрения кооперации, а какие, ну там, я не знаю, Библикстан, Таджикистан, это кормы, которые у нас бросили сказать, ребята, вдохнитесь в голову там сами, вести на строй миграционную... Вы гуманист. Я извиняюсь, микрофон даже не вырежу, но ты к слову прошу прощения. И, соответственно, принимать решение миграционной политики и так далее. Спасибо. Вы знаете, я полагаю, что вообще нужен здоровый прагматизм и прежде всего нужно посмотреть, кто хочет, так сказать, в наше пространство, это раз. Может, кто-то не захочет. Следующий вопрос. Насколько нам нужно это пространство по геополитическим, геоэкономическим, причинам. Вот, смотрите, и потом бывает время собирать камни, бывает время разбрасывать. Конкретный пример. Надо было брать западную Украину накануне войны. Надо было по геополитическим причинам. А вот после войны ее нужно было отпустить. Пусть бы она ушла к Польше, и они бы друг друга, украинцы и поляки, любили друг друга перверсивно и засос. Но Сталин этого не сделал, наше руководство не сделало. И мы получили ту зону, от которой пришла и Бандеровщина, и прочие вещи. То, что было оправдано в конце 30-х годов, геополитически, в 40-е годы, это было уже не оправдано. Нужно было от этого избавляться. Дело в том, что мир после катастрофы, если она состоится, ну, в какой-то степени катастрофы все равно не избежать. Вопрос, насколько она будет жестокой. Но мир после катастрофы может быть столь иным, что вот эти вопросы, которые мы сейчас ставим, они абсолютно и релевантны, и появятся совершенно другие проблемы. Однако Киссинджер, когда он стал, занял тот пост при Никсии, который он занял, его спросили, вы совершите те ошибки, которые совершала предшествующая администрация, Киссинджер сказал, ни в коем случае мы будем совершать свои ошибки. Андрей Витя, да, большое спасибо вам за лекцию. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, структуры, которые готовили перехват, ну, там, выдвинули Корбачева, Шеварнадзе, насколько им удалось сохранить свои позиции в 90-х годах? И есть ли какая-то преемственность у теперешнего режима вот с этими структурами? Не знаю, абсолютно не знаю. Я думаю, что целый ряд структур, не которые выдвинули Горбачева, а которые оказались в другом лагере, вот, они, безусловно, должны были каким-то образом сохраниться. Кстати, Маркеев проводит эту линию во всех своих семи романах, там у него они проходят как старые львы Решетников и еще какой-то, так сказать, еще человек. Знаете, я думаю, что если мы об этом узнаем, то не в ближайшие 10 лет, потому что эти люди должны были хорошо спрятать и денежные средства, и властные органы. Вот так, на первый взгляд, вот как-то я их не просматриваются, я не вижу следа, который, скажем, оставил после себя четвертый рейх уже в 50-е годы. Это было видимо, а вот здесь я не вижу. Но может, это я не вижу. И еще один вопрос, в принципе, туда же. Олигархи, которые появились в 90-е годы, опять же, все-таки они, прокладка между каким-то западным капиталом, либо все-таки тоже есть кто-то, кто из советской... Нет, я думаю, дело в том, что это были сначала назначенцы определенных структур, а потом прокладка, да, именно так. Затронили тему СНГ, я просто сам с Успекистан, мне очень хотелось бы, чтобы мы в красавице не умирали, да, с голодом. Да вы и сами люблюте. Вот, собственно, мой вопрос. Недавно умер наш президент, и, в общем-то, не совсем был понятен курс нашего развития самого Успекистана, и вроде бы сейчас его премия становится мир живой, по факту это уже решенная, и вроде бы курс меняется в сторону нас. Что-нибудь вы знаете по Узбекистану, по его политике и каким-нибудь... Я не специалист по Узбекистану. Я думаю, что для всех бывших республик Средней Азии одна из главных задач это не свалиться в футуроархаизацию, потому что, когда говорят сейчас, что мир усложняется, да, с одной стороны мир усложняется, но значительная часть мира упрощается, модерн уходит, и вместе с государством уходит образование, уходят другие институты, образование уходит, причем даже в благополучной части мира, потому что то, что происходит с образованием, скажем, в США и в России, ну, это тоже футуроархаизация, поэтому одна из главных задач всей этой зоны не свалиться в дикость. Андрей Ильич, вы тоже поблагодарили, благодарю вас сегодняшнюю лекцию, вот, и пытался спросить, я так, не являюсь сторонником вашей концепции о том, что против нашей страны идется психоисторическая война, и особенно на расточенном с концепцией. Дет не концепцию, это реальность. Вот, причин этого много, одна из которых, там, Запад видит в России свою альтернативу, свое отражение, и проще. Так вот, вы говорите о том, что нельзя победить в войне, не имея идеологию. Так вот, или система идей. Или система идей. Есть ли она у нас, если нет, то какое она должна быть, с чем должно случаться? Знаете, я уже много раз отвечал на этот вопрос. Дело в том, что идеологии не создаются по заказу, идеологии рождаются в результате острейших кризисов, формируются, например, три великие идеологии Запада, марксизм, консерватизм, либерализм родились из французской революции, которая показала, что изменение неизбежно нравится оно вам или нет. Я думаю, что идеологии, как такая конкретная форма историческая, она уходит. Какой будет новая система идей, не знаю, но она должна родиться из кризиса, когда он дойдет до дна. Я, кстати, думаю даже, что и существующие религиозные формы тоже, они далеко не всегда адекватны современному миру. Обратите внимание на то, что происходит, даже не только религиозно, вообще, что происходит с наукой. Современная наука, и не только об обществе, но и о мире, испытывает острейший кризис. Она попала в ту же ситуацию, что и схоластик в конце 15 века. в современном мире 72 тысячи научных дисциплин. У них нет универсального лексикона. Схоластик умерла именно из-за этого, а не потому, что она была какой-то плохой. Андрей Ильич, спасибо большое за лексию. Очень интересно у нас врачи. У меня вопрос будет на кулпан. Немножечко до советской части. Ряд историков высказывают мнение о февральской революции как о спице. Да. Он, как я от него слышал и мечтал, он просьбил варить о том, что он собственно февральская революция и слои, которые потом организовали октябрьскую революцию, это выходцы из становящихся средств. Вот как вы как думаете? Ну, это не столько здесь, это не столько оригинальная идея Спицына, это его коллега Пыджиков. Да. Вы знаете, русская революция была настолько сложным и многослойным процессом, да, старообрядцы сыграли, безусловно, свою роль в этом, но в этом же свою роль сыграли и спецслужбы, и британцы. То есть, вы знаете, мне февральский переворот очень напоминает убийство в Восточном экспрессе Агаты Кристи, где каждый всадил нож. И в таких вообще событиях очень часто, вот как только оно начинается, начинается закономерность и случайность начинают меняться местами. Есть такая теорема Бромли, согласно которой если в системе происходит маловероятное событие, то оно с большой, с большей долей вероятности повлечет в собой еще одно маловероятное событие, и дальше цепь маловероятных событий будет нарастать. Вот я думаю, что февральский переворот это самое оно, потому что процесс-то вышел из-под контроля, и особенно вот эти тогдашние думаки оказались людьми, которые могут только трепать языком, а перед стихией они бессильны. То есть не будили пока оно тихо, но они все дружно разбудили. Андрей Ильич, сегодня ваша Астер заявила, что в воздухе запахло третьей мировой войной. Ваш прогноз, когда? Вы знаете, дело в том, что мировой войной такого типа, как были 14-й, 18-й и 39-й, точнее 38-й, 45-й, вот таких войн больше уже не будет. Мировые войны были разными. Например, мировой войной была 7-летняя, мировой войной была 30-летняя. Что касается мировой войны новой, типа всемирной, она уже идет. Это такая всемирно-точечная война. Обратите внимание, какое количество зон напряженности существует в мире. Я уже не говорю про Ближний Восток, Боку-Харам в Нигерии. То есть, знаете, здесь как у Толкина, завеса мрака встает над миром. И вот этой войны становится все больше и больше. Украина. Я думаю, что реально это война по периметру наших границ. Но это еще, так сказать, это не мировая война в старом смысле. Какое будет новое, знаете, это очень трудно прогнозировать. Ясно, что это не будет война с фронтами. Хотя есть такой писатель Анисимов, который написал уже двухтомник, я думаю, третий будет том. Называется он Абрамсов-Химках. Это о том, как НАТО начинает войну против России. Кстати, у Калентьева есть аналогичный роман и каратели-мародер Беркема Аль-Атоми. Вот там показана война Третья мировая как продолжение, так сказать, второй. Но я думаю, что будет все хитрее, потому что в истории повторений не бывает. Почему Ассад говорит о третьей мировой, понятно, потому что столкновение двух великих держав вокруг Сирии имеет место. Но я думаю, что он старается еще привлечь в себя в мир таким образом. Да, безусловно. Давайте поблагодарим Андрея Ильича. Я тоже благодарю всех и для тех, кто посещает школу аналитики Фурсова, значит, сообщает, 24 сентября в 17.00 до сих пор еще можно зарегистрироваться и тема будет сравнительный анализ западной и российской элит с 8 по 20, аж по 21 век. То есть здесь мы вынырнем за 600 лет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.